Всем добрый день! У нас вторые сутки живёт в доме новый член семьи. Роскошный барабандовый попугай, предположительно девочка, но ещё маленькая, двадцатого года. Заводчик сказал, что ей месяца три. Сколько на самом деле, конечно же, мы не узнаем. Это выкармыш, абсолютно ручная. На форумах начиталось, что очень сложно их приручить. Да, моя зайка. У нас она ручная. Будем яблочко кушать. Давай яблочко кушать. Назвали мы её Гарри или его. Мы ещё не знаем, кто это точно, мальчик или девочка. Но, судя по оперению, оно такое не оливковое. Скорее всего, что это девочка. Будет Линька, посмотрим, что будет. Очень любит кушать яблочки и зерновая смесь для средних попугаев. Это то, что нам дал заводчик, когда мы её покупали вчера. Купили чисто случайно. Планировали другую породу. Хотелось мне перуру. Но когда пошли, у нас вчера день в честь Дня города, у нас выставка попугаев. И вот там я встретила эту прекрасную птичку, которая сразу же... Ну, мне заводчик говорит, ну, можете попробовать с ней пообщаться. И она сразу же ко мне пошла. И я поняла, что это выкормыш, что это прекрасная ручная птичка. В интернете очень много статей, но они, в принципе, одно и то же. Такое пшение, что их просто перекопировали. Все говорят о том, что они... Самый большой их минус – это то, что они крикливы. Ну, не знаю, то ли из-за того, что в новом доме, то ли, может, характер другой. Но она совершенно молчалива. Я даже скучаю за какими-то там криками, песнями. Потому что перед этим у нас был волнистый попугайчик, к сожалению. Его сейчас с нами нет уже. Так бывает. Кроме попугая у нас в доме еще есть кот, кошка бенгальский и собака веймарань. На момент адаптации мы, конечно же, пока их держим отдельно. Хотя и собака, и кошка, по крайней мере, точно знакомы с попугаями. Потому что с волнистиком они там были как братья. Вот. Как я обещала, покажу видео, что бывают ручные барабандовые попугаи. Роскошные. Да, зайка? Такая у меня прелесть. Ждите новых видео. Буду рассказывать об изменениях и в поведении, и по поводу питания. Кому это интересно. Потому что сама оказалась в такой ситуации, что информации вообще нет. Нашла там один только форум, в котором есть хоть какая-то информация. Опять-таки, владельцы птиц просто советуются между собой. Рассказывают друг другу. Да, моя ласточка? Гарри, птичка. Гарри, птичка. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Мы обязательно будем снимать еще видео. Делитесь с друзьями. Всегда буду рада вас видеть снова и снова. Пока-пока.